Шамиль Илья Фатович, скажите, наш проект называется «В поисках смысла жизни». В связи с этим, естественно, наш первый вопрос. В чем смысл жизни? Для чего человек живет? В свое время, получая большое количество вопросов, лет 15-13 назад по этой тематике я написал материал «В поиске смысла», он есть в моей книге «Мир души». То есть там подробно это изложено. Что касается, если кратко очень, то в Коране есть очень такой ясный, яркий по этому поводу аят, он звучит в оригинале. То есть Бог, Творец, Он сотворил такие два понятия, как жизнь и смерть, дабы леблюакум айюкум ахсену амаля, дабы испытать вас. Кто из вас лучший делами? И в этом контексте, на сегодняшний день, если человек достаточно эрудирован и в том числе потратил какое-то количество времени не без помощи старших и мудрых книг на то, чтобы найти себя, то как раз-таки вот этот процесс становления лучшим с точки зрения физической подготовки, это каждодневный труд по чуть-чуть, по чуть-чуть, лучшим с точки зрения нравственных качеств, лучшим с точки зрения отсутствия вредных привычек, лучшим с точки зрения стать лучшим в своей профессии, в своей сфере, на что, как на сегодняшний день говорят, и жизнь это подтверждает, нужно порядка 10 лет такого кропотливого труда примерно в день по 3-5 часов. И ты через 10 лет, да, на самом деле станешь специалистом высокого класса. Когда человек в этот процесс, и дай Бог, чтобы родители помогали в этом детям, человек входит в этот процесс становления лучшим физически, духовно, интеллектуально, в свои профессии, нравственные качества, отсутствие вредных привычек, то из жизни, если говорить, то появляется из моей собственной жизни, появляется такой непередаваемый вкус жизни, то есть эта жизнь становится красивой, она приобретает цвета, она приобретает краски, оттенки, ароматы. И те или иные удары, жизненные трудности, депрессии, они уже не в состоянии затмить эту красоту. А вот для чего? Некоторые же говорят, там, живут ради детей, да, некоторые ради работы, ради денег, вот для чего человек на самом деле живет? Вопрос жизни, жизнь, как такова, это очень интересный экзамен для человека, то есть с точки зрения ислама, человек оказывается на земле, вот это воссоединенное тело, душа, только лишь один раз и больше не возвращается. Лишь в сутный день, в день воскрешения, это после конца света, когда земли как таковой сегодняшней не станет, все галактик не станет, все будет заново преображено Богом. На площади суда воскрешенными все тела окажутся воскрешенными из тех остатков, что были, остались в земле. Все тела, после этого мир душ откроется, души устремятся в свои дела, и люди предстанут пред Богом, чтобы отвечать за то, как они прожили земную жизнь. Это отрезок, там, 50, 60, 70, 100, 120 лет. И вот вопрос, для детей или для кого-то, у меня самого пятеро детей, я знаю, что это такое, дети, воспитание детей, и последние 17 лет работы имамом, то есть имея достаточно такую большую аудиторию общения, последние три года работая коучем, тоже проводя семинар на 500, на 1000, на 2000 человек, и видя самые разные жизненные ситуации, я в том числе людям говорю о том, что не должно быть так, чтобы, особенно женщинам говорю, не должно быть так, что вы живете ради детей. Дети очень быстро вырастут, когда самым младшим из них станет примерно 12-13 лет, вы должны активно начинать с новый этап своей жизни, карьера, политическая, финансовая, управленческая, то есть вы должны начинать с новый этап, свои 40, 45, 50 лет, потому что это только-только начало жизни. И пока что еще вот именно такой подход, ответственный подход к жизни, когда ты пред Богом понимаешь, что не просто ты какую-то одну функцию воспитания детей выполнил, и все, теперь ты становишься какой-то никому ненужной бабушкой, да, и муж, если есть финансовая возможность, начинает гулять направо-налево, да, а ты, как человек, должен быть актуальным, востребованным на всех этапах собственной жизни. На этапе детства, младенчества мы детям помогаем, чтобы им было интересно жить. Интересно с точки зрения, в том числе, пробивания новых нейронных путей в голове, то есть они окажутся там, я не знаю, в Майами, окажутся в Каире, окажутся, я в свое время там своего сына взял там в Саудовской Аравии на умру, на малое паломничество. То есть в самых разных ситуациях, оказываясь, на разных языках разговаривая, у людей открывается, у детей открывается хоп-хоп-хоп-хоп новые нейронные пути. Потом уже они постепенно, если ребенок изучает английский язык, старается внимательно изучать там, понимает именно предметы в школе, у него целые сети нейронные образуются. И в том числе это дает краски тому, что он слышит через уши, видит через свои глаза и тому, о чем он думает. Поэтому не чтобы там воспитать детей вот это, или заработать вот это, или еще что-то, нет. Жизнь, она многогранна, но во всем этом многообразии есть понятие ответственности пред Богом, что за содеянное тебе отвечать в день суда. Вот раз уж мы завели тему про детей, вы, наверное, знаете тоже, что Казахстан занимает первое место по числу суицидов среди детей. Честно говоря, я не знал, что первое, но то, что Россия... А, среди... Да. Ну ладно, родственные страны... Психологи называют разные причины проблемы в семье, что родители не уделяют должное внимание детям. Дети говорят, что родители не могут их услышать и не хотят слушать, навязывая только свое мнение. Даже подсчитано, что в такой современной жизни, да, вот в этом темпе времени, родители уделяют детям всего 20 минут в день. Вот как при такой ситуации объяснить детям, что ради чего нужно жить и что суицид — это не выход из ситуации? Ну, на сегодняшний день, если брать суицид, я как раз вот в том материале о смысле жизни в книжке «Мир души» я даю статистику американскую относительно суицида, там достаточно такая подробная, раскрытая, и в том числе в самых разных деловых книгах, например, там в одной из книг я читал то, что выпускники Гарварда в том числе там очень такое многолетнее было исследование, и через, по-моему, то ли 10, то ли 20 лет, когда интервьюировали выпускников, то оказывалось, что большинство из них несчастны. То есть несмотря на то, что люди зарабатывают сотни тысяч долларов в год, достаточно всего у них выстроилось хорошо по карьере, самые престижные вузы заканчивали, но при этом они глубоко несчастны. Несчастны в вопросах семьи, вопросах вообще осознания, смысла жизни. И я считаю, что это не проблема Казахстана, это проблема общенности сегодняшнего мира как такового. И мне приходится, как и маму, и как коучу с этим много сталкиваться, и в том числе родители просят с детьми с их пообщаться. Но, наверное, одно из, то есть нужно много об этом говорить, но в нашем таком кратком 10-минутном формате все-таки это формулировка принципов и ценностей. То есть мне, как человеку, половина жизни, которая прошла в Советском Союзе, мне сейчас уже почти 41 год полный, и я достаточно хорошо знаю вот это поколение сегодняшних 20-летних, 30-летних, 40-летних, в том числе 50-60, из круга моих друзей, многие 50-60 мои прихожане. И проблема сформулированности принципов и ценностей. Так же, если человек религиозен, там, христианин он или мусульманин, если пообщаться с ним более глубоко и понять, с каковой ценности, то есть все это обычно формальность. И на сегодняшний формальность, там, мусульманин, он, там, став религиозно практикующим, там, отпустит бороду, там, женщина оденет платок, там, может, христианин там подумает о том, чтобы отойти от дела, там, в монастырь записаться, еще что-то, но это не этому учит религия. То есть религия в первую очередь дает человеку осознание жизни, но на сегодняшний таких инструментов практически информационных совсем мало-либо, практически нет. и поэтому как раз вот среди моих последних книг есть две книги, которые называются, там, первая-вторая часть «Стань самым умным и самым богатым». Это название на основе одного из высказываний пророка Мухаммада, и там как раз в одной из них 25, в другой 30, это правила, то есть короткие, четко сформулированные сегодняшним языком, правила и принципы для людей, чтобы просто, ну, просто вообще понимать. А дальше уже объясняется, из чего они выведены, из таких-то цитат, из Курана, хадисов, мудрых цитат прошлых веков, настоящего времени. Но людям не хватает вот этой вот краткой сформулированности ценности, чтобы хоть какие-то ориентиры были в голове, хоть какие-то основы, на которые, то есть фундамент, на которые можно опереться. И вот я, по крайней мере, вижу для себя одно из тех направлений, которые я как раз вот коучингом занимаюсь, это доводить до людей вот эти вот краткие, четкие формулировки. Даже вчера у нас как раз в Алма-Ате был семинар, называется «стань лучшим». И я не стесняюсь слов «стань лучшим», «стань самым богатым», «самым умным». Люди порой как бы из скромности этого стесняются в основе своей в большей степени из-за лени, из-за жизненной неорганизованности. Потому что стать самым, это всегда требует определенной дисциплины во всем. И причем из-за дня в день и на протяжении десятилетий. Хорошо, вот вы в своих лекциях, на своих семинарах говорите, что нужно стать успешным. Вот как вы сейчас говорили самым, как заработать состояние. Насчет как заработать состояние, то уже тот формулировал вопросы, сказал, я так не говорю. Но с другой стороны, сегодня все больше людей осознают, что не в деньгах счастье. А я и не говорю никогда, что в деньгах счастье. Изначально, даже вчера, например, один из людей спросил о том, что вот я раньше хотел, чтобы мои дети стали все имамами. Но все-таки, а сейчас я задумываюсь, может быть, как-то вот, либо быть имамом, либо быть богатым. Я говорю, а как это противоречит другому? То есть я, например, последние 17 лет имам. Да, как имам я зарабатываю очень мало. Но попутно моя деятельность, с моей книги, там в общей сложности порядка полумиллиона сегодняшних экземпляров. Мои выступления, то есть мои там десятки тысяч дисков там и так далее, мой сайт. То есть, ну, это дает мне достаточно хороший доход. И отнести меня к каким-то бедным и малоимущим не отнесешь. То есть я, слава богу, свободно могу заниматься в том числе благотворительностью, чем занимаюсь, и не какими-то мелкими суммами. Поэтому вопрос достатка. То, что, например, говорят о том, что когда я перешагнул, например, свои 30 лет, я тоже много читаю деловую литературу. Я читаю с 97-го года очень подробно после возвращения с учебы в Египте. И да, соглашусь то, что люди, которые чуть-чуть чего-то добились, там полмиллиона долларов заработали, может быть, миллион долларов заработали, думают, что они уже такие крутые, и как-то у них какая-то ностальгия, там перегруженность, депрессия, они начинают уезжать там в деревню, заниматься огородом и говорят, что они счастливы. Они несчастливы даже на своем огороде. Они глубоко несчастны. Они временно просто из одной суеты перешли в другое. Но сказать, что они нашли себя, нет. Я знаю и тех, и других, и третьих, и самых разных. Вопрос счастья, вопрос, когда ты цельная личность, когда ты именно умеешь совместить интеллектуальное, духовное и физическое, и в том числе материально, и у тебя все хорошо в семье, твои отношения с супругой, они цветут, с детьми ты выстраиваешь дружеские отношения, ты в состоянии находить с ними общий язык, проявляя огромное терпение. По своим питерам, я это очень хорошо знаю. То есть вот эти все нюансы здесь важны, да, принципы, но важны в том числе и цели. Когда вы говорили про суицид, я проанализировал для себя. То есть я, например, в свое время, я не сталкивался с желанием кончить рейсовым убийством, но лично. Но у меня были достаточно сложные периоды, с точки зрения много приходилось учиться, когда учился 6,5 лет. Очень много. Заучивать достаточно сложные условия, в которых я жил, с разными людьми, ситуациями сталкивался, когда я начал работу, сталкивался тоже. То есть с самыми разными вещами, которые портят тебе настроение, которые давят на тебя, которые обливают тебе грязью. То есть на сегодняшний день, когда я стал достаточно публичным, в интернете могут написать во мне все, что угодно, да. Я порой даже думаю, что вот этого сопляка вытащить бы из этого компьютера. Да, пусть посмотрит мне в глаза, просто посмотрит в глаза. Но он-то никогда не подойдет, не посмотрит. И потому что очень часто вот это вот даже сегодняшняя трусость, самых разных вопросов. То есть перед монитором человек там, он готов все там, и президентов хаять, и тех, и других, и третьих. А скажи ему, да ты хотя бы унитаз умеешь свой домашний помыть? Да он у него, наверное, несколько месяцев не был его. То есть человек ничего, не в состоянии что-то сделать. Поэтому никогда не сталкивался только из-за чего? Из-за того, что у меня всегда была цель. То есть я сам себе говорил, вот это, ты должен сделать вот это, цель, цель, цель. Но важным нюансом было, с годами я понимал, нужно идти к цели, но получать в процессе огромное удовольствие. И если ты хочешь вообще что-то из себя, для меня было всегда важно быть независимым. То есть быть полезным людям, но при этом независимым. Как один из моих, один из списков Forbes российского, моих друзей, больше 10 лет мы общаемся, близко знакомы. И вот недавно он мне там, примерно год назад говорит, Шамиль, мы с тобой больше 10 лет знакомы, ты никогда мне ни о чем не просил, все меня о чем-то просят. То есть я как имам могу попросить, как человек, которого он уважает, могу о чем-то попросить. И он мне говорит, вот я знаю, ты там ездишь на велосипеде, давай я тебе куплю машину. То есть какую хочешь, любую тебе машину куплю. Я говорю, мне не надо. То есть я потом, как религиозный человек, я говорю, вам по намерению Бог воздаст. Он говорит, зачем мне намерение, я хочу тебе купить. Я говорю, нет, я это сам могу себе купить в автомобиле. Но на данном этапе жизни мне нравится больше велосипед. Поэтому вот этот момент независимости, когда ты, то есть как обычно порой говорят, Шамиль Алюдинов, друг президентов и миллиардеров. То есть я говорю, да, это одна из моих установок. То есть почему, друг, почему люди разного уровня ко мне обращаются напрямую, советуются со мной, потому что я никогда ни о чем не прошу. Я на равных, в том числе финансовом отношении. И вот этот нюанс любого человека, ставить перед собой какие-то цели, конкретные цели, учеба ли это, работа, те же самые дети. То есть пятеро детей, непросто. И никогда не было у нас там нянечек, там помощниц, и так далее, уборщица, и так далее. То есть супруги вместе, но в то же время получить от этого удовольствие, то есть брать на себя эту ответственность, трудность. Но в этой трудности есть просто неописуемая красота, великолепие жизни. Поэтому вот эти вот цели, когда в том числе научат родители своих детей ставить эти цели, сами будут ставить эти цели. Я своих ровесников знаю многих. Это люди, на которых просто страшно посмотреть. Ты думаешь, им лет 60. И они говорят, мне уже 40 лет. Я говорю, да мне еще только 40, моя жизнь начинается. Хотя моя жизнь очень активно началась уже, я начал работать 17 лет. И довольно как бы так каждый день был, без выходных довольно все активно происходило. Поэтому, подводя итог, жизнь прекрасна. И нужно ее пройти достойно, дабы была возможность ответить красиво и быть спокойным за свою вечность перед Богом в судной теме. Ну то есть, чтобы не задаваться вот этим вопросом, в чем смысл жизни, наверное, нужно быть счастливым? Получается, да? Вопрос счастья. Счастье — это когда ты счастлив, ты находишься здесь и сейчас. Например, я сейчас здесь нахожусь, вот я здесь и сейчас всеми своими мыслями. Я счастлив. Я выйду, я буду здесь сейчас в каких-то своих главных 20% дел. Но я счастлив, да? Вечером у меня семинар. Сейчас два с половиной дня у меня будет семинар в Амалате для узкого круга людей. В том числе я счастлив. То есть, в каждой минуте я счастлив. Почему? Потому что я здесь и сейчас. Я совершу очередную молитву пред Богом, я буду и спокоен, и счастлив. То есть, счастье — это... оно приходит по результату всего того, что мы сказали до этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова